плюсики есть. Окей. Ну, давайте начинать, там дальше разберемся по ходу дела. По ходу дела будем с вами разбираться. Видно, слышно, это уже хорошо. О чем мы сегодня с вами будем говорить? Мы сегодня с вами будем говорить про процессы, про выстраивание процессов, про то, как вообще выжить в этом многообразии процессов. Их же на самом деле очень много разных. И что выстраивать, как работать, как разрабатывать, как поддерживать программное обеспечение. Вот там неважно, мы сайты делаем, мы делаем отдельные какие-то софтины. Как это делать технически? Что использовать? Особенно если сбоит. Особенно если что-то не получается. Хочется-хочется, там вроде как-то крутимся, а то там не получается, то здесь, то информация не доходит, то делаем, а получается не то, что ожидаем, нам обратную связь доносят, что-то не то вы сделали. В общем, постоянно сбоит. Вот поговорим, как в этих условиях вообще выживать. И как выстраивать эти процессы. С вами я, Алексей Кирсанов. Я действующий руководитель продуктовой разработки. Ну, сейчас я руководитель, но вообще я из разработчиков. Я прошел весь путь от джуниор-разработчика, через медла до сеньора. Весь этот путь разработчика я прошел. Потом я начал делать вещи не только своими руками, но и чужими руками. Руками своих подчиненных я стал темлидом. Я стал руководить командой разработки. И после этого я уже стал руководителем отдела разработки. То есть под моим началом сейчас много команд, темлиды, команды. Я уже руковожу целым отделом. В общем, в IT я уже более 25 лет и более 15 лет опыта управления именно разработчиком. То есть стаж определенный есть, опыт, знания определенные есть, которыми я в том числе активно делюсь. В том числе и на ОТУСе. В том числе и на темлидском курсе ОТУСа. Но при этом я не останавливаюсь на достигнутом. Я стараюсь повышать квалификацию. Я стараюсь набирать новые знания и идти в ногу со временем. Потому что мир меняется, жизнь меняется. И вообще, на самом деле, очень много направлений, в которых интересно копнуть и разобраться, а как это ложится вот в наш мир, в наш мир управления и в наш мир IT вообще. Поэтому стараюсь пополнять свой багаж знаний. И вот о чем мы сегодня с вами поговорим. Смотрите. Ну, во-первых, познакомились мы с вами. Я пару слов расскажу, буквально пару слов расскажу про ОТУС, про курс. Потому что если вы пришли на этот вебинар, определенно вы, наверное, как-то заинтересованы. Заинтересованы в обучении, заинтересованы в том, что ОТУС может вам предложить и сейчас принимать решение. Вот. И поэтому пару слов расскажу, что там будет, чтобы вы принимали взвешенное решение, приняли правильное решение, то, которое вам нужно, то, которое вам ценность принесет. Ну и основная тема нашего вебинара – это, конечно, процессы. Это про то, а как сделать так, чтобы оно все работало. Чтобы работало, желательно, работало безбойно, хорошо, и чтобы нам за это ничего не было. Ну, кроме премии. Это прям основная часть нашего вебинара будет. Но прежде про правила, буквально пару слов. У нас с вами вот в этом формате этого урока сильно ограничены возможности общения. В том плане, что только чат. Я говорю, вы можете только в чат писать. Причем еще интересно, там есть задержка, на Zoom задержка порядка 10 секунд, когда вы напишите, прежде чем я увижу. То есть между моими словами и чатом тут еще задержка будет, поэтому иногда я буду специально задержку какими-то словесами закрывать, просто для того, чтобы дождаться ваших ответов. А вот когда мы на реальных вебинарах, на курсе, там мы в Zoom-чике общаемся, и там мы в том числе с видео, с голосом подключаемся. То есть больше гораздо возможностей для коммуникации. И это очень хорошо, это важно. Во-первых, почему? Во-первых, потому что некоторые занятия, например, связанные с софт-скилами, они чисто по теории не вырабатываются. Например, те же самые навыки ведения переговоров, а это важная составляющая для любого темлида. Уметь договариваться, причем договариваться так, чтобы с одной стороны отстоять свою точку зрения, то есть чтобы получить то, что вы хотите, но с другой стороны сохранить классные взаимоотношения с вашим собеседником, потому что вам дальше работать с ним. Вот это важно. Отстоять свою точку зрения, но сохранить отношения. И это вырабатывается только практикой, поэтому в том числе у нас практики будут, переговорные практики. Другие виды каких-то активностей, где нужна и картинка, и голос, и так далее. Поэтому там зумчик, он отлично работает в этом плане. Но в открытых уроках канал общения у нас ограничен, пользуемся тем, что есть. В общем, поэтому вопросы пишите. Я все вопросы вижу, чат на экране, я на него постоянно смотрю. И даже если я сразу не отвечаю, это не потому, что я не хочу отвечать. Нет, это просто потому, что я хочу закончить какую-то мысль, а закончив мысль, дальше я уже отвечу на ваши вопросы. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Ну и пару слов про ОТУС расскажу, куда вы пришли. В общем, ОТУС – это площадка. ОТУС – это площадка для обучения, для обмена опытом, обмена знанием и обучения. Он изначально задумывался как компания, как площадка, которая позволит обучаться у опытных специалистов. Опытных специалистов достаточно высокого уровня в области IT. И смотрите еще, в чем тут фишка. У нас на курсе точно, и вообще в ОТУСе, все преподаватели – это практики. Это практики, которые не теоретически там где-то понахватались и просто вам теорию рассказывают. А те, которые это все попробовали на практике, на своем опыте. Они все это попробовали, они все проверили и дают только те инструменты, которые реально работают. Или есть инструменты с ограничениями, они прямо проговаривают, что да, инструмент, но у него такие ограничения, это надо учитывать. Мы практики, и я в том числе практик, я действующий руководитель, и это основная сфера моей деятельности. Как я уже говорил, больше 15 лет стажа, именно руководящего стажа. Поэтому за это время много что интересного было и много чем я могу поделиться. Плюс к этому практики подкованные. То есть мы еще активно все развиваемся, мы активно повышаем свою компетентность, мы набираем больше багаж знаний для того, чтобы было чем делиться. И плюс к этому нас еще потренировали для того, чтобы мы были хорошими онлайн-преподавателями. Потому что бывают люди, наверняка сталкивались, бывают люди, которые знаний много, а передать их не могут. Это же проблема тоже, да? Знаний много, но если ты не можешь передать, получается, ты не можешь человека чему-то новому научить. Новым трюкам. А вот мы еще и, кроме того, сертифицируемся как онлайн-преподаватели, именно для того, чтобы уметь доносить эти знания. Видите, как три в одном, да? Три в одном получается. И это такое основное... Я, кстати, покажу преподавательский состав, ближе к концу нашего вебинара, покажу преподавательский состав. И это такая основная фишка. Учиться у профессионалов. Вот именно это то, что дает ОТУС. Ну, плюс к этому, да, образовательная лицензия, все вот эти официальности, это тоже все на ОТУСе есть, сертификаты и все остальное. Здесь все окей. Цифрок немного. Много преподавателей. То есть, как когда-то, пять лет назад, это было всего лишь несколько курсов. Сейчас уже огромная такая база преподавателей, которые на кучу разных дисциплин преподают. Это и технические дисциплины, и разработка, это и софт-скиллы развития, это и управленческие навыки. То есть, очень-очень много разных направлений, в которых осуществляется преподавание. И есть из чего выбирать. Есть из чего выбирать. Вот темблицкий курс, это один из курсов, но это тот курс, на котором я преподаю, это тот курс, где как раз профессионалы пытаются, ну, как пытаются, вполне успешно делиться своими знаниями. Ну, и давайте уже ближе к делу. Это была такая минутка информации про ОТУС. Если будут какие-то вопросы, я в конце еще расскажу, если будет интересно, как процессы проходят обучение и так далее. А давайте сейчас ближе к теме нашего открытого урока, о чем, собственно, мы будем с вами сегодня говорить. Ну, и начать хотелось бы с того вопроса, какие вообще процессы есть. То есть, если мы говорим про вот это agile, да, что это такое? Agile Scrum Framework. Это процессные фреймворки, процессные подходы, как организовать процессы разработки или поддержки программного обеспечения. Давайте посмотрим, какие есть они вообще. С этого начнем. И вообще говоря, их может и не быть. Суровая правда жизни, их может и не быть. То есть, можно вообще это делать на коленке, без выстраивания каких бы то ни было процессов. Например, можно пойти по пути директивного управления. То есть, в серии, делай, как я сказал. Я руководитель, я тебе скажу, что делать. Пойдешь, делаешь, принесешь результат мне. Я посмотрю на результат, скажу тебе дальше, что делать. Вот такое директивное управление. Кто, кстати, работал кто-нибудь в таких условиях, вот в этом директивном управлении, когда, ну, может быть, вы видели, может быть, сами участвовали, или как руководитель, или как исполнитель. Когда просто говорят, что делать, делаешь, приносишь результат, тебе говорят, что дальше делать. Директивное управление. Штука. Ее выстраивать не надо. Она работает из коробки. Тратиться на какие-то выстраивания процессы, продумывания здесь не надо. Штука рабочая? Рабочая. Рабочая, да, она может работать. Она может работать хорошо где? В стартапах. Сейчас объясню, почему. Смотрите. Вот в директивном управлении, вот Дмитрий работал, прекрасная вещь, да. В директивном управлении очень быстро принимаются решения. То есть, скорость принятия решения очень высокая. Я руководитель, я принимаю все решения. С какой скоростью я решения принимаю, с такой они и принимаются. Очень быстро. Я умею, кстати, быстро принимать решения. Управляемость очень высокая, опять же, потому что все вожжи у меня в руках. Я говорю, кому что делать. Управляемость прям отличная. Но, понимаете, да, а теперь оборотная сторона медали из этого проистекает. Во-первых, да, я очень быстро принимаю решения, но до той поры, покуда количество решений не зашкаливает. Вот у меня 5 человек подчинений, в легкую буду принимать за них решения. Расширяемся, 10 человек. А теперь уже, покуда я принимаю одно решение, возможно, другое становится в очередь. Я становлюсь всем местом. А хуже того, если у нас больше людей, значит, больше область знаний, я уже все на память помнить не смогу. Уже для того, чтобы принять очередное решение, мне нужно будет погрузиться, разобраться. А это еще замедляет принятие решения. Еще новые и новые решения становятся в очередь. Я, конечно, могу НАБУ принимать, без того, чтобы разобраться. Но, понимаете, результативность, качество таких решений будет сомнительная. Поэтому с ростом структуры скорость принятия драматически падает. Плюс бас-фактор. У меня всего же управление. Классно для стартапа. Отлично. Классно я устроился. Но, допустим, меня переедет автобус. Не дай бог, конечно. Или сосулька. Вот зима сейчас, сосулька упадет. Все. Коллектив, команда неработоспособны. А что она будет делать, если она не умеет принимать решения? Все решения принимал я. Все. Тупик. Работать не можем. Поэтому для стартапов быстрая скорость принятия решений на небольшом объеме оргструктуры, да, это может быть преимуществом. Но если мы хотим расти и развиваться, ну, нет. Нет. Уже не выигрывает она в гонке за клиента, не выигрывает в гонке с конкурентами. Здесь начинаем проигрывать. Импровизационное управление. Еще один вариант. Кстати, это прям альтернатива. Полная противоположность директивному управлению. Если в директивном я все решения принимаю, то здесь я вкинул идею. Разработчик, на тебе идею. Сам иди придумай, как сделать. Сам сделай. Потом в конце покажешь. Туда скинули. Сами придумывайте, сами делайте. То есть, вот идеи импровизируйте. Придумывайте. Кто, кстати, работал в импровизационном управлении? Кто-нибудь работал? Вот смотрите, в директивном управлении я никогда не работал. Я видел эти структуры, живую я их щупал, но я не работал именно как сотрудник директива. В импровизационном управлении я работал. Я знаю, что это такое прямо изнутри. Вкидывается идея, дальше иди сам придумай, как сделать. Придумаешь, сделаешь, принесешь. Вот в таком виде я работал. Опять же, для стартапов классно. Высокая скорость принятия решений, опять же. Почему? Потому что сам сотрудник принимает решение, как ему действовать. И окей. Творческая атмосфера такая. Все творят, придумывают, как там порешать задачи. Тоже классно. Недостатки. Оборотная сторона медальки. Какая? Какие недостатки у нас здесь вылазят? Управляемость низкая. Вот вы идею вкинули, а дальше, покуда вам не принесут результат, вообще не понимаете, что происходит. Делается, не делается, что делается, как делается. Управляемость очень низкая. Плюс к этому, очень плохая повторяемость результата. То есть, допустим, если мы вчера какую-то задачу, вот один из сотрудников компании, вчера какую-то задачу успешно решил, то не факт, что сегодня аналогичную задачу другой сотрудник компании успешно решит. Вот вообще не факт. Вполне он может зафокапить. Здесь повторяемость результата очень плохая. И вообще весь этот подход, он больше склонен к тому, чтобы решать возникающие проблемы вместо того, чтобы проактивно сделать так, чтобы проблем не было. Он не на предотвращение работы. И все это ведет к чему? Все это ведет к тому, что, опять же, импровизационное управление проигрывает конкурентам при росте структуры. Для стартапов отличненько работает, но, к сожалению, при росте структуры начинает проигрывать. Вопрос в чатике. Когда ты руководитель, тебе прилетают вопросы, которые надо решить, а дальше сам. Это импровизационное управление. Все зависит от того, какие вопросы. Все зависит от того, какие вопросы, на каком уровне. Если, ну то есть, вполне нормально делегировать людям какие-то там принятия каких-то решений. Это отличный управленческий механизм. Кстати, хорошую вам формула сейчас голову пришла. Хорошую формулу делегирования скажу, потому что иногда понятия делегирования по-разному воспринимают. Вот есть одна хорошая формула, она не моя, я ее услышал у Владимира Тарасова от Таинской школы менеджмента, но она мне очень нравится. Смотрите, делегирование, вот иногда принимают по делегированию, это я тебе отдаю, ты сам все делай. Все, теперь ты решаешь, ты отвечаешь, все твое. Вот это неправильное понимание делегирования. Смотрите, раньше, вот правильная формула, которая мне нравится. Раньше я тебе приказывал, как делать. Я тебе приказывал от моего имени, как тебе делать. А теперь ты сам себе приказывай от моего имени. В чем суть? На примере простом покажу. Смотрите. Допустим, раньше я сотруднику говорил, какие закупать ручки на компанию, что вот в этот магазин пойдешь, вот эти ручки по этой цене, купишь такое-то количество. А теперь я делегирую сотрудник. Сотрудник, нормально, ты уже оптный сотрудник, сам закупай ручки. Все, делегирую тебе. Но это не значит, что он может пойти, купить себе золотой паркер, а остальные пусть пальцем пишут. Нет. Он сам решает, в каком магазине, какие ручки купить. Но он должен руководствоваться теми же правилами, подходами и ценностями, которыми руководствовался я, когда отдавал указания. То есть, всем должно хватить, соотношение цена и качество должно быть нормальным и так далее. Вот в чем суть делегирования, чтобы не просто все теперь это твое, а сам себе приказывай, но так, как я бы тебе приказал, если бы я приказывал. И делегирование отличный управленческий механизм. вот если вам делегировали, принимают решение, принимайте. Окей. Информационное управление, оно, это лирическое отступление, кстати, это было. Информационное управление, оно больше на про общий подход. Допустим, вот у нас есть некий продукт. Ну, условно, там делаем, не знаю, CRM-систему, нужно в CRM-системе сделать там форм какой-то. Вот мы даем так вот, Сигизмун, иди сюда. Мы тебе даем задачу, форм сделай. Все. Иди сам придумай, как ты его будешь делать, зачем ты его будешь делать, как ты его прикручишь, какие проблемы у тебя возникнут. Потом сделаешь, принесешь. Вот это будет информационное управление. Классическое. Надеюсь, объяснил. Самозадачивание. Ага. Ну вот, смотрите, опять же, опять же, тут надо понимать, смотрите, в чем интересная штука. Опять же, лирическое такое. Я вообще очень склонен к тому, чтобы на такие лирические отступления скатываться. С одной стороны, это несколько затягивает время наших вебинаров. С другой стороны, мне кажется, в этом есть ценность, потому что мы так шире захватываем какие-то темы. И вот здесь, когда я прочитал комменты, спасибо, кстати, Павелу за комментарий, вот мне почему-то в голову, знаете, что пришло? Здесь не нужно путать с концепцией, вот что в моей картине Джун Милл Сеньор. Вот Джун, это тот, кто принимает только указания. Иди, вот, иди в эту дверь, поднимись на второй этаж, там зайди в кабинет номер пять, найди Марью Ивановну, подпиши у нее документы. Это для Джуна. Для Милла это задача. То есть, Милл, иди, подпиши документ. Он уже на таком уровне должен принимать. А вот Сеньор должен принимать на уровне проблем, иначе это не Сеньор. И вот здесь надо отличать, да, если это постановка на уровне проблемы перед Сеньором, но, но, дальше решение будет идти по процессам, где есть прозрачность, здесь понимание, кто, что, от кого мы чего ожидаем, какой результат должен быть, какими способами достигнут и так далее, то это вполне окей. Это регулярный процесс, просто мы поставили задачу на уровне проблемы, а дальше человек ее по стандартным процессам ведет. А если это из серии, ну, слушай, иди сам придумай, чем тебе заняться, потом принесешь результат. Тогда да, тогда это больше похоже на импровизационное управление. То есть, тут дьявол в деталях. Так вот, и директивное управление, инфляционное управление штука хорошая, но для стартапов с ростом структуры, с с ростом конкуренции, они начинают проигрывать регулярным процессом. Я уже, кстати, проговорил, что это такое, но еще раз проговорю, это когда все прозрачно, каждый понимает, что, что, когда должен делать, что, от кого ожидать, в какой момент времени. Вот это регулярные процессы. И регулярных процессов есть, конечно, достаточно преимуществ. Это и классная повторяемость результата, потому что, если по этим процессам был получен результат вчера, то сегодня по этим же процессам тоже будет получен результат. Там классно использование творческого потенциала, если мы это предусмотрели в процессах. Там классно еще то, что мы уходим от личностей, Маши, Петя, Коли, а мы переходим к ролям. Как правило, регулярные процессы, они про роли. А это значит, что большая операционная устойчивость того, что мы выстраиваем. А недостаток регулярных процессов в том, что их надо выстраивать. То есть, в отличие от первых двух директивного и имперационного, там, где они просто так работают, там ничего делать не надо, регулярный процесс надо выстраивать, это надо вкладываться, время, деньги и так далее. Но бонусом будет то, что мы сможем расти, развиваться, масштабироваться и нормально жить в условиях конкуренции. И в условиях того, что там мир меняется и все остальное, вот в этих условиях мы можем вполне успешно жить с регулярными процессами. И когда мы говорим про регулярные процессы, вообще говоря, обычно в голове что возникает? Ну, может быть, не всегда, но часто возникает. В голову приходят разные agile, гибкие методологии, всякие, лин, всякие, проектный подход, еще про проекты, проекты, agile, а вот такие слова приходят в голову. Когда говорят про проекты, еще бывает приходит в голову водопад. Водопад. Проект есть agile, а есть водопад. Еще вот так вот иногда классифицируют. Тип проектный подход, это вот там все водопад. Но я вам, кстати, покажу сегодня, что проектный подход и водопад это как бы не связанные вещи, это разные вещи. Проектный подход не является водопадом. И это я вам прямо покажу сегодня. Когда говорят про гибкие методологии, про agile, agility и так далее, там вообще куча разных непонятных слов. Там и XP, FDD, OpenApps, CRAM, Kanban, Safe, LES, Nexus. Что только там нету. Что только там нету. И как разобраться, как разобраться, да, проектный подход, совершенно Дмитрий с вами согласен. На самом деле там есть итерации. Я это тоже сегодня покажу. Именно поэтому он не водопад. Совершенно с вами согласен. Так вот, как в этом разобраться, что выбрать, как в этом работать, что, что взять, а если взяли, то почему это взяли. Вот об этом мы сегодня и поговорим с вами так по диагональке. Конечно, в детали глубоко мы с вами не полезем, просто потому что на это нет времени. Вот в рамках тимлицкого курса там мы более подробно разбираем каждый из вариантов. А здесь мы по диагональке для того, чтобы общую картину мира составить, мы с вами пробежимся. Как с этим разобраться? Ну и давайте только исключим из рассмотрения директивного управления импровизационное, просто потому что их не надо никак выстраивать. для стартапов они работают просто так. Поэтому тут смысла нет просто про них дальше рассуждать, а давайте сосредоточимся именно на ситуации, когда или структура у нас растет, уже не пять человек в команде, или мы планируем масштабироваться, или у нас вот это директивное или импровизационное управление как-то уже не очень работает, потому что или конкуренты подпирают сзади, или накапливаются какие-то дисфункции, которые, опять же, мешают работать, и вы смотрите, что-то как-то не хватает. Не хватает на коленке, хочется чего-то с точки зрения процесса выстроить. Поэтому давайте смотреть именно в этом направлении, а что именно выстраивать? Вот сюда посмотрим с вами. Ну и чтобы понять, что выстраивать и вообще кто к чему где относится, давайте поговорим знаете про какую штуку? Мы с вами поговорим про Кеневин фреймворк. Вот про такую штуку с вами поговорим. Что это такое? Кеневин фреймворк. Несмотря на то, как это пишется, читается это как Кеневин фреймворк. Смотрите, это штука, это фреймворк. Он был введен Дэвидом Сноудену в 99-м году прошлого века. И как он формулируется? Это фреймворк для осмысления, помогающий принимать решения. Фреймворк для осмысления, помогающий принимать решения. Вот давайте поговорим, что он там осмысливает и какие решения он нам поможет принять. Смотрите, в чем суть? Сейчас я коротенько опишу в чем суть. Он довольно простой и понятный, а потом мы разберемся, а зачем он нужен, чтобы ценность была. Так вот, Кеннон фреймворк вводит 4 базовых области. Простая, запутанная, сложная и хаотичная. В русском переводе. В английском переводе это будет simple, complicated, complex и chaotic. Будем русским переводом пользоваться. Простая, запутанная, сложная и хаотичная. И любую проблему, любую задачу, вот то, что перед вами возникает, Кеннон фреймворк классифицирует в одну из этих областей. Сейчас я расскажу как, по каким правилам он классифицирует в одну из этих областей. А зачем? А дальше я вам покажу, что это нужно за тем, чтобы принять взвешенное решение, каким способом нашу проблему решать. Каким подходом, каким процессом лучше всего решать нашу проблему. Вот за этим. Но давайте по порядку. Давайте по порядку. Простая, запутанная, сложная и хаотичная. Смотрите, в простой области все известно. В простой области все закономерности понятны. Что, почему происходит кристально ясно. смотрите, допустим, мы находимся в точке А, мы хотим попасть в точку Б. Вот здесь я не про школьную задачу, поезд едет из города А в город Б, нет. Точка А это состояние, где наша проблема не решена, где у нас есть задача перед нами не решенная. Точка Б это когда все решено, все успешно, все окей, нас устраивает. И вот между этими состояниями, когда пока ничего не решено и когда все окей, есть самый лучший путь, самый лучший способ решить эту проблему, самый лучший способ решить эту задачу. Поэтому эту область еще называют область лучших практик. Потому что есть этот лучший путь, как из точки А попасть в точку Б. В отличие от запутанной области. В запутанной области, кстати, точка А, понятно, где мы сейчас находимся. Мы знаем точку Б, мы можем ее описать. Но между этими двумя точками очень много разных путей. Не один путь, много разных путей. Нет лучшего. Есть хорошие пути. Один может быть путь побыстрее, но более дорогой. Другой подешевле, но нужны какие-то специалисты специальной квалификации. Третий слишком длинный, но зато там что-то проще, совсем дешевый получается. То есть разные пути. И один эксперт вам может посоветовать. Слушай, руководитель, вот этим путем надо идти. Другой эксперт скажет, нет, слушай, вот этим путем надо идти. Еще иногда эту область называют областью экспертных знаний и экспертных советов. Путей много. Но главное, что точка Б нам известна. Мы знаем, куда идем. А путей много. Поэтому здесь нет лучших практик. Но зато достаточно много может быть хороших практик. Хороших путей. Каждый из них где-то с компромиссами. В отличие от сложной области. Сложность сложной области в том, что мы не знаем точку Б. Вот в чем проблема. Мы не знаем точку Б. Мы знаем примерно, общая такая картинка, примерно направление куда-то на северо-восток. Где-то там точка Б. А описать мы ее точно не можем. Ну где-то примерно вот она какая-то такая. И что мы можем сделать? Мы можем, примерно понимая направление, просто пойти в том направлении. Пройти сколько-то. Оглядеться по сторонам. Посмотрели, посмотрели. Нас как устраивает то, что сейчас? Нет, пока не устраивает. А вообще лучше стало, чем было? То есть мы правильно-то вообще идем в направлении? Да вроде получше. Вроде да. Вот сейчас получше уже стало. Окей, идем дальше. Еще сколько-то прошли. Проглядываемся по сторонам. Так, вот уже все, то, что нужно, ну пока нет, не то как-то. А лучше стало? Правильно в направлении идем? Да, вроде еще лучше стало. Окей, еще сколько-то прошли. Оглядываемся по сторонам. О, это то, что нам нужно. Вот, вот это мы и хотели. Это вот прямо вот устраивает. И только сейчас мы понимаем точку. Теперь мы попали в точку Б. Мы ее можем описать. Мы теперь ее осознаем. И даже мы можем ретроспективно посмотреть назад и понять, каким путем мы к точке Б шли. А заранее путь мы не можем спроектировать, потому что мы точку Б не знаем. Поэтому мы каждый раз вырабатываем новый путь. Это область новых практик. И в отличие от, допустим, простой запутанной области, здесь в сложной области больше неизвестного, чем известного, очень много конкурирующих идей. Одни говорят, что вот лучше нет, пойдем в этом направлении. Там у нас золото лежит. Другие говорят, нет, пойдем в этом направлении. Там еще больше золото лежит. То есть это еще конкурирующие идеи. Это коммуникации, которые позволяют понять, а какая идея предпочтительнее. В каком направлении лучше копать. Но в любом случае, примерное направление мы знаем. И примерно, ну, как общую картину, что мы думаем про точку Б, а детали мы не знаем. Вот здесь детали мы не знаем. Ну и в хаотичной области. Хаос это есть хаос. Где мы находимся, понятно, мы знаем. А вот что делать, куда идти, куда копать, здесь мы понятия не имеем. Направо, налево непонятно. Это хаотичная область. Кстати, вот мы еще немного потопчемся по этим областям, что было точно понятно. Вот сейчас, когда будем разбирать, что использовать для решения наших задач, в какой области. Но вот вам сейчас кажется как. Основные задачи ваши в реальной работе. Понятно, что задачи много разных у вас. И одна задача может к одной области относиться, другая к другой. Но типовые задачи ваши, как вы думаете, к каким областям у вас относятся? Ну, в реальной работе. Больше задачи с простой области, когда есть лучшая практика, лучший способ. Вы точно понимаете, точку Б есть самый лучший способ ее достичь. И с запутанной области, когда точку Б вы знаете, но там много способов достижения, и вы выбираете, а как лучше пойти в данных обстоятельствах? Какой компромисс выбрать? В сложной области, где, ну, как бы, пример направления, возможно, знаете, но надо идти, постепенно получая знания, постепенно проявляя вот эту вот истину, ищая эту точку Б. Или хаос. Куда идти, непонятно. Вот там, как? Павел, точно сложная. Ага. Я задаю этот вопрос, на самом деле, еще на темдейских курсах, вот когда прям читаю. Там есть время порассуждать по этой теме. Интересно, что от запуска к запуску меняется процентаж распределения. Вот это. То есть бывают запуски, когда все говорят, нет, мы запутанный и простой. Бывают, когда, нет, у нас только сложный хаос. Пока я не очень понимаю, от чего от запуска к запуску такая разница вылазит. Это интересно. Пока я следую этот вопрос. Так. Итак, у Павла сложная. Дмитрий, есть и простая, и запутная, и сложная. Хаос. Выбор технологии, конечно, денег дадут или нет. Смотрите, я могу привести, на мой взгляд, довольно хороший пример хаотичной ситуации. Смотрите, вот если вы погуглите, то будет пример, в большинстве источников будет пример, знаете, какой приводится? Две компании, примерно одинаковые, плюс-минус, они сливаются, ну и там одна поглощает друг друга, другую. И вот два отдела примерно одинаковых сливаются, и вот в момент, покуда еще руководство не устаканилось, а отделы слились, не очень понятно, бывает, что делать. там хаотичность наблюдается. Это хороший пример. Я приведу другой пример. Буквально пару лет назад, весной, 24, еще конец зимы, был 24 февраля, сами знаете, что произошло у нас в России и в ближайшей стране. И март-апрель, вот после этого, это был хаос. То есть менялись правила игры, особенно для тех, кто работал на международном рынке, там были сотрудничества по СНГ, сильно менялись правила игры и не очень понимали люди, а что делать, а как поступать, а вообще куда идти, куда двигаться. Это типичная хаотичная область, в которую резко вогнали достаточно большой объем людей, вот особенно в IT. Может быть, кого-то здесь пронесло в этом хорошем смысле слова, но многих как раз в хаос вогнали. Это тоже один из примеров. Вот. Так. сложные, по-разному зависит от этого Александра. Окей. Ну и смотрите, давайте теперь смотреть. Простая область, это область, где лучше всего работают чек-листы, регламенты и аналогичные инструменты. То есть, грубо говоря, открываем энциклопедию юных сурков, листаем, где у нас тут раздел с буквой А. Так, окей, нашли раздел, ищем параграф, где в точку Б попасть. Там написано, делай раз, делай два, делай три. Описан наш лучший путь. Мы просто делай раз, делай два, делай три. Проходим по лучшему пути, все, мы в точке Б, все решено. Отлично, отлично. Поэтому лучше всего работают регламенты, чек-листы и аналогичные конструкции. И вот смотрите, в моей картине мира, когда мы говорим про водопад, классический, это когда, грубо говоря, мы изучаем, 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 все изучили, потом проектируем, проектируем, все спроектируем до конца, потом разрабатываем, 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 все разработали до конца, на проектирование уже не возвращаемся. Мы спроектировали на предыдущем этапе. Водопад вверх не течет. Поэтому назад вернуться не можем, все разработали, потом тестируем, 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 все протестируем полностью, потом внедряем, 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 и никогда назад не возвращаемся. Вот такой водопад в моей картине возможен фактически только в простой области, где у нас все четко, ясно, и есть самые лучшие пути. Вот только здесь можно выстроить нормальный водопад. В остальных случаях в моей картине мира водопад будет стремненький, либо водопадом будут называть то, что водопадом не является. Вот. А проектный подход? Вот иногда говорят, что все, что не agile, это водопад. Нет, это не совсем так. Если мы говорим про проектный подход, то сейчас посмотрим, где он в этой схемке в моей картине мира. Но для начала запутанная область, вот в запутанной области, ну, наверное, вы уже поняли, да? Лучше всего работает управление проектами, а управление проектами – проектный подход. Есть разные системы управления проектами, есть PMBOOK, вот неважно, как оно пишется, читается, это PMBOOK, Project Management Body of Knowledge, это американский институт PMI, есть PRINCE2, это Великобритания, есть разные системы управления проектами, но они примерно про одно. Они примерно про одно, про то, как сделать так, чтобы проект был успешен. А что такое успешный проект, и как это работает, мы поговорим сегодня, но чуть дальше. Чуть дальше мы об этом поговорим коротенько. Так вот, в запутанной области лучше всего работает проектное управление. Пока запаркуем эту штуку, мы к этому еще вернемся. А в сложной области лучше всего работают итеративно-инкрементные методы. Итеративно-инкрементные, итеративно-инкрементальные. Да, проектное управление есть разное, есть японская еще какая-то система, там на самом деле больше, чем два, разные есть системы, но они примерно про одно и то же. Так вот, итеративно-инкрементные, итеративно-инкрементальные, итерационные инкременты, без разницы, как называете. Главное, что есть итерация и инкремент. И в сложной области лучше всего работают итеративно-инкрементные методы. Когда есть итерация и инкремент. И когда мы говорим про вот эти регулярные процессы, все вот это улетает фактически туда. Все эти agile, гибкие методологии, это все итерация и инкремент. Так или иначе. В скрытом виде или в явном виде, но это все больше предназначено именно для сложной области. Этим можно пользоваться и в других областях, но тут надо смотреть, не будет ли это из пушки по воробьян. Не будет ли это слишком дорого, когда можно решить задачу более простыми, более дешевыми методами. Поэтому пока давайте все это туда подвинем. Единственное, смотрите, канбан-метод не улетел. Вот он какой остался здесь. Это не ошибка. Он не просто так туда не улетел. Я сейчас расскажу, почему он туда не улетел. Единственное, что скажу, что в хаотичной области никаких специальных подходов нет. Нет, есть стратегия. Нет официальных подходов, есть стратегия, которая может помочь. Вот на всякий случай, если вдруг в хаотичной области окажетесь, расскажу вам стратегию, которая может помочь. Смотрите. Если вы вдруг оказались в хаотичной области, когда непонятно, что делать, надо выбирать те задачи, которые вы реально можете решить и которые… Ну, видна их ценность. То есть они точно принесут какую-то ценность. И делать эти задачи. И вот делая задачи, которые точно можно решить в условиях хаоса и те, которые точно принесут ценность, ожидаемо принесут ценность, можно постепенно из хаотичной области выбраться. Каких-то других стратегий здесь особо нет. Итак, чоканбан-метод никуда не улетел. Сейчас пократенько расскажу, почему он никуда не улетел в моей картине мира. Хотя зачастую говорят, что канбан это все из agile, из гибких подходов, вот это все там, канбан там же. Не совсем. Да, но нет. Сейчас объясню почему. Про канбан пару слов. Ну, во-первых, гибкие методологии agile, они родились в IT, в разработке, а потом, кстати, пошли в народ. Сейчас они активно используются и в банковской сфере, там, в финансах, и в юриспруденции, и в медицине используются. Доктор Каус сериал, вспомните, да, это классический итеративный инкрементный подход. Вот серия, да, как там серия. Больного привезли, он почти умирает. Инкремент, да, вот получившийся инкремент, это вот больной почти умирает. Так, что-нибудь ему там приняли решение, что-нибудь ему вкололи, на новую итерацию пошли, смотрим, он совсем умирать начал. Новую идею, а, это, наверное, другое, это, наверное, вот это. Вкололи что-то новое, смотрим, очередная итерация, уже почти умер. И тут, бру, о, да, волчанка, волчанка. Вкалываем правильное лекарство, он оживает. Классический итеративный инкремент. Все, почти все серии так были построены. Поэтому даже в медицине, к сожалению, это используется. Ну, в смысле, я бы хотел как-то там без итерации, если бы это ко мне относилось, но вот даже там это активно используется. То есть гибкие методологии, все эти скрамы, фреймворки и так далее, из IT уже ушли в народ, используются в разных направлениях. А вот Канбан, Канбан-метод и Канбан, он как раз из народа пришел в IT. Это обратное, да. Он относится вообще к бережливому производству, клин как таковой, и популяризовало, это не изобретение Тойоты, нет. Иногда говорят, что Тойота там придумала, нет, это не изобретение Тойоты, но она внедрила и популяризовала эти подходы очень активно. И во многом именно с этим связывают это вот такое экономическое чудо, когда после Второй мировой войны Тойота по вполне понятным причинам была, так скажем, не на высоте, не каждую страну ядерными бомбами обкидывают. Но довольно быстро, довольно быстро она смогла конкурировать с такими гигантами, как Форд, которых ядерными бомбами не обкидывали. И зачастую это как раз одна из причин, почему так произошло. Говорят обычно о системе бережливого производства, и в том числе из канбан, который помогает эту систему выстроить и контролировать. Очень кратенько расскажу, что такое бережливое производство на пальцах. В детали не полезем, сейчас не тема этого вебинара, очень на пальцах. Смотрите. Допустим, ну раз Тойота, автомобили, давайте на примере автомобиля. Допустим, у нас есть цех, который производит правые зеркала заднего вида для автомобиля, и он произвел 20 зеркал. Допустим, у нас есть второй цех, который производит левые зеркала заднего вида для автомобиля, и он произвел 5 зеркал. И у нас есть основной конвейер, на котором стоит 10 автомобилей на сборке. И вот теперь смотрите, какая у нас ситуация. Первый цех произвел 20 зеркал правых заднего вида, но нам-то 10 автомобилей собрать. 10 – это перепроизводство. И это потеря. По-японски это муда называется. Это муда, это потеря. Почему? Потому что мы ресурсы потратили. Плюс 10 зеркал, которые сейчас не нужны произвести. Мы потратили ресурсы, а они сейчас не нужны. Их теперь нужно как-то хранить. Будешь хранить, будет усушку, тряска, что-то там стырит. И тогда, в общем, в любом случае могут быть проблемы. Ресурсы потрачены, ценности никакой это не несет клиент. Это потеря. Второй цех произвел 5 зеркал левых заднего вида, а у нас на конвейере 10 автомобилей. Мы не сможем их всех собрать. У нас всего 5 зеркал, а 10 автомобилей. Это муда. Муда не на производство. На главном конвейере муда ожидания. Потому что 5 автомобилей соберем, 5 будут ждать зеркала. Это муда ожидания. Потеря. Опять же, потеря. И могут быть потери брака и так далее. Очень разные могут быть потери. И цель бережливого производства, блин, это устранение потерь. Это главная цель бережливого производства. И классно этому помогает канбанчик. Канбанчик. Почему? Потому что он позволяет визуализировать, а где густо, где пусто. Канбан, я имею в виду канбан доступ. Наверняка многие ее видели. Визуально понять, где густо, где пусто. Она прям визуально показывает. И я покажу дальше, как это выглядит. А почему визуализация классна? Потому что миллионы лет эволюции привели к чему? К тому, что, вообще говоря, древние люди, даже животные, те из них, кто не умел быстро взглядом произошло что-то и быстро взглядом понять, определить, это можно сожрать или от этого надо убежать, вот те не дожили до репродуктивного возраста, не передали нам свой генофонд, и мы потомки тех, кто умел быстро визуально оценивать ситуацию. Поэтому мы умеем классно, быстро визуально оценивать ситуацию, когда визуалка есть. Вот если у нас доска из цифр состоит, вот здесь как бы нас эволюция не научила, к сожалению или к счастью, но этому быстро оценивать не умеем. Поэтому визуалка, визуальное представление, графики, схемы и так далее классно работают. И вот именно поэтому Kanban-доска визуализация очень важна с точки зрения того, что прямо сразу визуально видим, где густо, где пусто и где наши потери. Но если говорить, вот есть Kanban и есть Kanban. Сейчас, если кто не заметил, я одно слово произнес с большой буквы, а другое с маленькой. В общем, есть Kanban-доска и есть Kanban-метод, и это немного разные вещи. Kanban-доска – это вот такая довольно известная, наверное, для всех штучка, колоночки, и там по них там задачки или другие элементики бегают. Но Kanban-метод подразумевает, что кроме этой доски есть еще ценности, принципы, практики, вот то, что есть в нормальных фреймворках, в нормальных управленческих процессных фреймворках. Там это все есть. Ценности, принципы, практики, есть циклы обратной связи для коммуникации, вот все это там есть. Если захотите прям глубже погрузиться, что Kanban-доска – это одно, а Kanban-метод – это целый фреймворк, который позволяет организовывать работу. И как? В чем суть? В чем цель? Ценность? Он про выстраивание процессов без потерь. Он про устранение муды. Про то, как выискивать муду и ее устранять. И именно поэтому я ее не отнес вот туда. Ну, оно и фактически не относится к гибким методологиям. Он не agile, это lean. И это две такие, ну, рядом лежащие штуки. Они ни одна другую не включают, по факту. Но я еще не отнес это потому туда, в гибкие туда, в итеративно-инкрементный, куда зачастую, не думая, относят. Просто потому, что Kanban-метод отлично применяется в разных областях. И в запутанное нормально применяется, когда мы ищем, а где у нас муда, где у нас потери. И в простой области тоже может применяться для того, чтобы визуально отслеживать, а точно ли наш путь между точками А и Б оптимальный, а не оказалось ли, что у нас какая-то дисфункция, и мы фокапим. Поэтому Kanban-метод я туда не отнес просто потому, что он применяется в разных областях, вполне успешно. И очень коротенько про вот это вот, как он визуально помогает понять, где у нас муда, где у нас потери. Вот, допустим, разработка, да. Самая простая разработка. Есть идеи, этап, когда идея, этап, когда происходит разработка, и этап, когда происходит там, не знаю, QA, да, условно. Приемка QA, неважно, без разницы что там. И чат сейчас почитаю, только мысль доведу до конца. Смотрите, каждый этап у нас разделен на две части. В классическом именно Kanban-методе в работе и готово. То есть, покуда в работе, реально над этой задачкой работают, она в работе, когда она сделана, она перенес в колонку готова. И как происходит работа? Вот разработчик сделал задачу, перенес в колонку готова. Теперь, условно, если на приемке у нас сидит какой-то специалист по качеству, QA, он, когда готов в работу взять следующую задачу, он вытягивает ее из колонки готова к себе в работу и проверяет качество. Вот примерно так эта штука работает, если прямо на пальцах. И теперь смотрите про визуализацию. Допустим, вот с такой ситуацией столкнулись. Вот у нас начинает плодиться, колонка готова, разработки начинают расти. Все мы визуально сразу видим, что у нас приемка не справляется, у нас разработка работает быстрее, и нам нужно либо докидывать ресурсы в приемку, чтобы она справлялась, иначе у нас муда возникает, потеря. У нас задачи висят, в них вложены ресурсы уже, то есть их сделали, до какой-то кондиции, но мы их не можем отдать клиенту, они несут ценность пока клиенту. И они там висят в ожидании и постепенно протухают. Вы знаете, что задачи, которые где-то висят, без внедрения, они имеют тенденцию постепенно протухать. Так вот, мы сразу видим, надо либо замедлять разработку, оттуда ресурсы убирать, на какие-то другие проекты, либо ускорять приемку, туда добавлять какие-то другие ресурсы. Или это нативная ситуация. Допустим, у нас вот выгребли все, и не хватает приемки. Опять же, тогда получается, разработка медленнее приемки, надо или ресурсы из приемки куда-то на другие направлять проекты, либо разработку усиливать. Вот прям визуально мы сразу видим, что происходит. Это немного утрируем на пальцах, но чтобы было прям понятно, что канбанчик позволяет прямо визуально показать, где густо, а где пусто. Так, это у меня так происходит, в чатик читаю, приходят люди с задачей в бэклог, но это ломается в отсутствие ценности, в соответствии цели, в голову почешем и дальше думать. Да, смотрите, очень интересная мысль, точнее, даже много мыслей, даже много мыслей. Во-первых, во-первых, что-то слишком много мыслей у меня в голову пришло, во-первых, упомяну про ценности, но не факт, что это прямо, Дмитрий, вот в контексте вашего вопроса, а немного так в сторону. Смотрите, вот зачастую бывает ситуация такая, что там, ура, мы agile, мы внедряем скрам, давайте там, канбан, неважно, любое слово подставьте, ура, давайте его внедрять, классно, мы сейчас будем тут такие гибкие, а через пару месяцев, блин, ерунда какая-то получается. Вот часто это как раз возникает из-за того, что ценности компании, культура компании отличаются, культура компании отличается от тех ценностей, которые нужны для внедрения вот того подхода, того процесса, который вы хотите внедрить. но подробнее, как с этим бороться, то есть как это настроить все-таки, как починить, мы уже разбираемся в темридском курсе, потому что на самом деле такая тема довольно длинная, как сделать так, чтобы все-таки заработал. Ну и второе соображение, как раз канбанчик, прозрачность его и правила, которые мы можем наложить на него, они позволяют бороться с ситуацией, вот это возможно ближе к вашему комментарию, бороться с ситуацией, когда возникают разные дисфункции, вот я расскажу, опять же, затягивая время, затягивая наше время, расскажу про кейс, столкнулся я с ситуацией некоторое время назад, один сотрудник, руководитель отдела разработки одной из компаний пожаловался мне на такую ситуацию, когда та внутренняя разработка работает на заказ других отделов этой же компании, то есть внутренняя разработка. И вот он пожаловался на ситуацию, когда постоянно срочно, срочно, вот эта задача, это прям жизнь и смерть, вот срочно надо сделать, все бросайте, делайте. А у них тоже была после разработки приемка постановщиками, вот тем отделам, которые ставили задачи, это обязательно этап, прежде чем внедрять. И вот жизнь и смерть прибежали, это обязательно нужно сделать, срочно все бросайте, они все бросают, делают, доходят до этапа приемка, говорят, отдел, смотрите, мы вам сделали, срочно все бросили, сделали, принимайте задачу, чтобы мы внедрили. А, слушайте, нам некогда сейчас. Сейчас у нас там вот это, потом у нас вот это, сейчас нам некогда, мы потом освободимся, потом придем принимать. И повисало очень много таких задач, ну, словно, не доделал. Я ему дал совет. Канбанчик, давайте мне дать канбанчик. Канбанчик и правила. И правила, смотрите. Ввели правило, что на каждый отдел в канбане, в работе может быть не больше x задач. То есть, когда возникает x плюс 1, попытка запихнуть x плюс 1 проваливается, потому что не больше x задач. И какое-то количество там срочных задач, тоже там ограничение было. И прибегают, нам срочно-срочно надо, после внедрения этой системы, срочно-срочно надо обязательно жизни и смерть. Им говорят, слушайте, от вас уже вот x задач в работе есть. Мы не можем взять еще одну, у нас правило. И резко начали приниматься задачи, резко они перестали подвисать на последнем этапе, резко начали время находить на то, чтобы принять. То есть, на самом деле, система позволяет, позволяет, в том числе, нормализовать вот эти взаимоотношения, контакты с другими отделами. Если ее настроить, поискать дисфункции, поискать эти потери и подумать, как их, какими-то правилами, может быть, подходами, как их устранить. В чатике известный мем-прикол, если пришло письмо с главком срочно, то надо в ответ написать уточняющие вопросы. Обычно ответа нет, вот срочно. Скажу, Дмитрий, с некоторыми из сотрудников, вот это из моего личного опыта, уже из опыта знаю, что пишет сотрудник с пометкой «срочно», можно не отвечать чуть-чуть, там, полчасика, и буквально через полчасика то сообщение стирается, и новое сообщение прилетает. Слушай, я разобрался. Вот, тоже хороший лайфхак, тоже классно работает. Не со всеми, но со многими так работает. Человек сам разбирается, и не надо ему мешать разбираться. Так вот, с канбанчиком разобрались, посмотрели, я объяснил, почему он в моей картине мира не относится к какой-то конкретной области. Он может применяться для разных областей, потому что он для устранения муды, для устранения потери. Другое дело, что в зависимости от применения в разных областях, там разные правила вводятся, по-другому формулируются, но это уже детали. Детали сейчас не полезем. Пару слов про проектный подход прямо на пальцах. Это из запутанной области управления проектом. Здесь смотрите, прям чтобы понимали, что это такое, те, кто не сталкивались. Очень на пальце. В проектном подходе есть главная роль, это менеджер проекта. Его главная задача это попасть в проектный треугольник, то есть делать указанный объем работы, указанные сроки, не превысив указанный бюджет. Это главная его задача. Причем проектный треугольник еще иногда называют железным треугольником. Знаете, почему? А потому что нельзя безнаказанно одну из сторон этого треугольника растянуть, не меняя другие спорта. То есть увеличиваем объем работ, извините, но сроки и бюджет тоже растут. Нельзя просто объем работ растянуть, оставив сроки и бюджет. Хотим уменьшить сроки, но, извините, объем работ тоже уменьшится. Вот поэтому он железный треугольник, и там нельзя безнаказанно просто так растягивать ту или иную сторону. И как вообще устроен прям на пальцах проектный подход? Кстати, уже здесь есть спойлер, это не водопад, видите, внутри цикл, это не водопад, уже есть цикл. Смотрите, старт, тело и финиш. И вот тело – это цикл, это итерация, это не всегда какие-то равные итерации, но это в любом случае всегда планируемое выполнение, проверка того, что мы получаем, коррекция и новое планирование. Это всегда работает так. И хоть PMBOK, хоть PRINCE2, хоть любые другие системы описывают кучку артефактов, которые помогают менеджеру проектов успешно попасть в проектный треугольник. Прям кучка артефактов. Причем все они необязательные. То есть менеджер сам принимает решение, какие использовать, какие не использовать. Какие хочет, тот тебе использует, какие нужно, тебе использует. Кроме одного. Вот есть обязательный артефакт, который составляется на старте. Это устав проекта. Это устав проекта, который, во-первых, он обязательный составляется, единственный обязательный. Во-вторых, он единственный неизменный артефакт. То есть если мы решаем, что устав проекта неадекватен, мы завершаем текущий проект и начинаем новый проект. Может быть, на костях текущего, но это будет новый проект с новым уставом. Юридически делается так. И устав, по сути, описывает наш проектный треугольник – объем работы, сроки бюджета. Вот мы контрактуемся в уставе на то, что я как менеджер проекта попаду в этот треугольник. Объем работы, сроки, бюджет. И я могу это сделать. Почему? А потому что в запутанной области я знаю точку B. И, по сути, вот этот проектный треугольник и описывает нашу точку B, куда мы хотим попасть. Поэтому я могу контрактоваться на этот треугольник проектный в нашем уставе. А вот остальные артефакты можно применять, можно не применять, в зависимости от того, нужны они или не нужны. Если очень на пальцах, грубо говоря, есть у нас проект, мы его делим на какие-то... Составляем иерархическую структуру работы. То есть проект делим на подпроекты, те делим на задачи глобальные, задачи на подзадачи и так далее. Составляем некую иерархическую структуру работы. Декомпозицию сделаем. Дальше. Какие-то работы обязательно выполнять последовательно. То есть мы не можем крыть крышу, покуда не залили фундамент. Какие-то работы можем выполнять параллельно. Например, мы можем вставлять окна в доме и одновременно прокладывать коммуникации, канализации и прочие вещи. Вот мы можем на диаграмме Ганта распределить работы, которые... В аархической структуре работы получили в итоге задачи, которые нужно выполнить. Можем на диаграмме Ганта их разложить и посмотреть, а попадаем ли мы... Куда нам нужно попасть по времени, по продолжительности. Попадаем ли мы в дедлайн. Допустим, попадаем, все окей. Работаем, работаем. Нужно заливать фундамент. Рабочие стоят с лопатами, ждут. Бетона нет. Бетон-смесительный узел сломался. Пять дней. Нет бетона. Все у нас, все поплыло. Сроки поплыли, ресурсы поплыли. И теперь надо... Почему это именно итерации и планирование, выполнение, проверка, коррекция? Нам нужно переделывать наши артефактики и смотреть, что у нас получается. У нас поплыли все сроки. И мы теперь смотрим. Диаграмма Ганта. Продолжительность укладываемся или нет? Нет, не укладываемся. Все, заваливаем сроки. Тогда, а есть ли работы, которые можно запараллелить? Окей, да, вот это можно делать параллельно. Не последовательно, а одновременно. А есть ли у нас ресурсы, чтобы делать параллельно? Есть ресурсы? Окей, делаем. Нет ресурсов. А есть ли у нас бюджет, чтобы на аутсорс отдать, нанять еще кого-то? Есть бюджет? Окей, нанимаем. И вот задача менеджера проекта, жонглируя этими артефактами, добиться все-таки того, чтобы попасть в проектный треугольник. Сделать указанный объем работ в указанные сроки, не превысив указанный бюджет. Вот это его задача. Вот примерно так, если очень-очень на пальцах, очень-очень утрированно работает проектный подход. Как видите, это не водопад. Теперь, если мы говорим про agile, про итеративные инкрементные методы, вот там как раз гибкие методологии agile отлично работают в сложной области. Там их целое семейство. Там много разных слов, которые мы с вами на слайдике видели. И вот если говорить теперь в целом, сугубо теоретически, вообще говоря, работа в этой области, когда мы не знаем точку B, мы не знаем, собственно, мы не знаем точно, куда идти, возможно только благодаря эмпирическому процессу. Вот без него работа не идет. Только благодаря эмпирическому процессу мы можем работать в сложной области. Эмпирический процесс – это прозрачность, инспекция, адаптация. Смотрите, прозрачность – это мы все одинаково понимаем, что происходит. Мы все понимаем, в какой мы ситуации, мы все понимаем, кто что должен когда делать и какой результат мы ожидаем получить после этого действия. Прозрачность наводим. Инспекция – это мы регулярно проверяем, что у нас получилось. И если… адаптация дальше. Если получилось не то, что мы ожидаем, мы вносим коррективы, меняем направление движения. Инспекция, адаптация. И по сути, вот таким образом мы и достигаем точки B вполне успешно, даже если на старте мы не очень понимаем, какая это точка. Даже если клиент сам не понимает, что он хочет. Бывают ситуации, когда клиент декларирует какие-то потребности, но на самом деле это не то, что ему нужно. Он не специалист, он может не знать. И даже в этих условиях мы можем достигать качественного результата, удовлетворяя реальные потребности клиента. На примере расскажу рисование портрета Мона Лизы. Смотрите. Допустим, пришел к нам… Мы с вами художники. Здесь сидим, тут художники такие, команда художников. Пришел к нам заказчик и говорит, я хочу портрет, чтобы там женщина и женщина должна сидеть. Задача максимально неконкретная. Что он там, какую женщину хочет, куда ее посадить надо. Вот такая задача. Определенно сложная область. Не очень понятно, что делать. Мы говорим, заказчик, не вопрос. Давай с тобой наведем прозрачность. Давай с тобой договоримся, что мы будем на две недели уходить работать, потом мы будем приносить тебе результат, показывать, что у нас получается. Ты будешь давать нам обратную связь, оценивать, говорить так, не так, получается, не получается. Вот то, что ты ожидал, близко, не близко. Мы будем слушать твою обратную связь, учитывать ее, уходить на очередные две недели и потом приносить очередной результат. Навели прозрачность. Всем понятно, что происходит. Дальше. Уходим на очередную итерацию. Ну, две недели, допустим. Приносим по результату инкремент. Первый. Показываем. Заказчик тебе как? Он смотрит, да, ну, в целом, да, вроде сидит женщина, но мне очень важен взгляд. Вот взгляд должен быть загадочный. А здесь непонятно. Давайте со взглядом поработаем, потому что вообще непонятно, то ли это не то ли. Говорим, не вопрос, обратную связь поняли, приняли. Уходим на очередную итерацию, две недельки. Через две недельки встречаемся с заказчиком, приносим новый инкремент. Второй. И говорим, заказчик, смотри, мы работали над взглядом. Как тебе он? Загадочный? Смотрит на тебя изнутри. Заказчик такой, ну, да, слушай, загадочный взгляд. Прям смотрит, прям в душу смотрит. Хорошо. Вот здесь пока окей, вроде направление правильное. Теперь по рукам непонятно. Вот как-то они то ли лежат, то ли не лежат. Давайте здесь как-то разберемся поподробнее. Не вопрос, понятно, обратную связь приняли. Уходим на две недели и так далее. И после очередной итерации, ну, в данном случае после шестой, ну, условно, после какой-то итерации мы приносим заказчику очередной инкремент. Он такой смотрит. О, все, стоп. Вот это то, что я хотел. Я вот раньше на старте вообще не понимал, что я хочу. Вот я вижу теперь, это то, что я хочу, это то, что мне нужно, это то, что я хочу повесить в музей. И мы понимаем, что мы достигли точки B, даже несмотря на то, что изначально мы не понимали, что нужно заказчику. Заказчик сам не понимал, что ему нужно. Но мы достигли точки B. Сексес, успех. Вот так работают итеративно-инкрементные методы. Ну, и самый попсовый представитель итеративно-инкрементных методов – это Scrum Framework. Наверняка, я, кстати, статистику в конце покажу. Он действительно достаточно популярный. Другое дело, что в классическом виде прям по духу и букве Scrum Guide далеко не все работают. Там вносят коррективы, да. Но обычно все равно это называют, мы тоже Scrum. И мы по Scrum работаем. Я по статистике покажу, он достаточно популярный в реальном мире. Так вот, Scrum Framework – один из таких, как я сказал, попсовых представителей Agile, гибких методологий. И вот его общая схема. Кстати, это про прозрачность. Прозрачность – вот здесь все написано, что, когда, с кем должно происходить. Прямо на схеме все нарисовано. Все прозрачно, все понятно. От кого что ожидать. И есть прямо встроенные в Scrum точки инспекции и адаптации. Благодаря этому он позволяет, как фреймворк, достигать результата, даже если изначально непонятно, что нужно. А давайте посмотрим очень коротко, что здесь есть на этой схеме, чтобы вы точно поняли, что все прозрачно. Смотрите, есть Scrum-команда. Scrum-команда – это обычно не более 10 человек. Есть Scrum-мастер – это процессный менеджер, который управляет процессами. То есть, чтобы все шло в соответствии со Scrum. Есть владелец продукта, который отвечает за бизнес-ценность и за бизнес-модель и пользовательскую ценность для пользователей. Бизнес-модель для компании, пользовательскую ценность для клиентов. И разработчики есть. Все остальные – это разработчики, которые непосредственно реализуют и достигают результата. И есть бэклог продукта – это список того, что нужно сделать для того, чтобы наш продукт стал лучше, чтобы он попал в какую-то новую, в наш вижен, как мы его видим через X времени. Это список того, что нужно сделать над продуктом, упорядоченный по приоритету. Сверху то, что важнее сделать, снизу то, что можно потом. То есть, он упорядоченный по приоритету. И есть итерация, которая называется в Scrum спринтом. Первое мероприятие итерации спринта – это планирование, где команда выясняет, чего из бэклога продукта она за этот спринт, за итерацию сделает и набирает в бэклог спринта то, что мы готовы сделать. Дальше уходит делать. Каждый день, встречаясь на такое мероприятие, как Delix, всего 15 минут, но разработчики встречаются. Для того, чтобы определить, договориться, насколько успешно они идут к цели спринта, насколько успешно они делают то, что они набрали на спринт. Все ли получается или есть проблемы. И, по сути, это точка инспекции адаптации. Вот смотрите, прозрачность, инспекция, адаптация. Это точка инспекции адаптации. Команда проверяет, насколько она успешно идет к цели спринта. И при необходимости она вносит какие-то критерии, какие-то изменения. Понимая, допустим, что они полностью цели спринта не достигнут. А тогда что важнее достигнуть? Вот вносим какие-то изменения. Точка инспекции адаптации. В конце спринта на такое мероприятие, как демо, команда демонстрирует получившийся инкремент заинтересованным лицам. Зачем? Чтобы получить обратную связь по инкременту и определить, мы вообще в правильное направление идем, мы то делаем или не то. Это как раз вот эти вот наши точки, которые мы, когда монолизу рисовали, эти точки общения с заказчиком. Когда мы показываем инкремент и спрашиваем, вот это то, что ожидалось или не то, у нас получается или не получается. Это как раз точка инспекции адаптации нашего инкремента. И это важно. Это очень важная точка. Почему? Потому что если мы не будем заинтересованных лиц у бизнеса спрашивать то или не то, есть риск, что мы будем долго и упорно делать что-то, потом принесем, а нам скажут, а это что-то такое, а это вы кому сделали? Вы куда потратили полгода работы? Здесь в скраме есть у нас двухнедельные итерации, мы максимум две недели не в том направлении можем идти. Потом нам дадут обратную связь, мы осознаем и исправимся. Две недели или полгода, согласитесь, на чаше весов две недели поменьше. Ну и последнее мероприятие – это ретро. Ретроспектива – это точка инспекции адаптации команды, ее работы. То есть это тот мероприятие, где команда собирается и обсуждает, что было хорошо, что получилось, чего команда нового узнала, а что, наоборот, не получилось, что не сработало. И какие изменения надо внести в процессы, в работу команды для того, чтобы лучше опираться на то, что получается, и искоренить то, что не получается. Вот эта точка инспекции адаптации – это того, насколько команда хороша и как она работает. Получается прозрачность. Вот я вам рассказал весь скрам-фрейворк сейчас, буквально. Без деталей, да, понятно. Но верхний уровень я вам весь скрам-фрейворк вам рассказал. И встроенные прям точки инспекции адаптации. Вот эмпирический процесс, и именно поэтому он работает отлично в сложной области. При этом, ведь там не только слово скрам. Вот когда мы говорим про команда адаптируется к процессу, или процесс должен адаптироваться к команде. Отличный вопрос, Павел. Смотрите. Скрам, вот если вы будете сдавать экзамен на скрам-гайд, на скрам-мастера, где-нибудь там на скрам-орге или еще где-то будет, неважно, где будете сдавать, с большой долей вероятности вам в тесте попадется вопрос, что такое скрам. И там будет методология, подход, там идеология и так далее. Все неправильно. Правильное слово фреймворк. Если скрам – это всегда фреймворк, это единственный правильный ответ. Что такое фреймворк? Это каркас. Это жесткий каркас. То есть вот эти вот… Где у нас тут? Вот он. Вот это как раз каркас. Жесткие правила игры, которые должны быть именно такие. Вот это именно такое. А детали уже место команда насаживает сама. Вот, например, скрам говорит о том, что задачи должны быть оценены. Вот те, которые в продукте, в бэклоге продукта, в бэклоге спринтапа, они должны быть оценены. Но скрам не говорит, как оценивать. Все эти стори-поинты и прочие вещи это не из скрам-гайда идет, это расширение скрама. И команда сама может выбрать, а как ей удобнее, как ей более эффективно это делать. Ну и так далее. Должна быть проведена, выделена на экране ретроспектива в конце спринта для того, чтобы команда осознала, насколько она хороша или не очень, и какие изменения внести в работу. Но, ну да, это обязательно мероприятие, но как ее проводить, чтобы получить максимальную ценность? Это команда и скрам-мастеры, они сами решают, они сами выстраивают, как наиболее эффективно проходят эти мероприятия именно в этой команде. То есть, грубо говоря, есть каркас, но детали команда сама подстраивает под себя. Понимаете, да? Тут с одной стороны есть жесткий каркас, вот какой есть, но детали потом команда подстраивает под себя и именно настраивает этот каркас дальше на себя. Очень хороший вопрос. Спасибо, Павел. Итак, но, когда мы говорим про гибкие методологии, там же не только вот скрам сразу в голову приходит и все. Там еще куча разных слов возникает. Леса, нехтусы, сейфы, спотифай еще иногда вылазит, как процессный фреймворк, хотя это не процессный, не фреймворк, а компания. Вот, но тем не менее. Вот давайте пару слов про это еще расскажу, что это такое. На самом деле это, ну, вот как, смотри, хоть скрам, любые большинство других фреймворков, они описывают работу одной команды. Вот скрам говорит почитать, там про одну команду рассказывают. А что делать, если у меня не одна команда? Что делать, если у меня одна команда не справляется? Ну, у меня большой продукт, или у меня много задач, и одна команда не справляется. И тогда у нас нет варианта другого, кроме как масштабироваться. Вот именно тогда возникает просто скрам, этого уже мало, он в теме находной команды, а у меня одна команда не справляется, мне нужно много команд. А им же тогда нужно как-то, наверное, взаимодействовать, да, как-то координировать свою работу, и скрам про это ничего не говорит. И вот поэтому придумали еще в фреймворке масштабирования те, которые говорят о том, что делать в этой ситуации. И первую мысль, которую я хочу сказать вам, если можете не масштабироваться, не масштабируйтесь. Потому что любое масштабирование, это всегда доп. затраты. Это всегда доп. затраты. Поэтому, если вы можете, если, допустим, у вас много не очень больших продуктов, порежьте их так, чтобы команда, команды по работе и по продуктам не пересекались и не масштабируйтесь, не лезьте в это дело. Это всегда доп. затраты. Сейчас я вам покажу очень по диагонали, и вы поймете, что действительно это все усложняет. Но если вы так продукт порезать не можете, или продукты свои, чтобы команды были полностью независимы, вообще каждый над своим продуктом, у вас выхода нет. Тогда приходится лезть в масштабирование. И вот тогда вот эти слова лес, Nexus, Save, Spotify и прочие вещи, они возникают. Ну, давайте с леса. Начнем очень коротенько, в чем суть леса. Лес фреймворк, Light Scale фреймворк. Смотрите. Допустим, у нас есть команда, работает по скраму, есть бэклок, есть продукты и вот все мероприятия. Работает, отличная команда, мало, не справляется. Мы хотим быстрее. Мы хотим, чтобы быстрее продукт развивался. Идея леса в том, что давайте в параллели первой команде вторую поставим. Пусть она из этого же бэклога выбирает задачи и тоже их делает. Мало двух, давайте третью в параллели поставим. Они тоже будут из этого бэклога выгребать задачи и тоже делать. Мало трех, четвертую поставим. Ну, то есть, вот так масштабировано. Легко сказать, да, дьявол в деталях. Как им работать так, чтобы друг другу не мешать, если они работают над одним бэклогом? Ответ. Ответ, который нашел лес. А давайте мы некоторые мероприятия за двоим. Например, планирование спринта. Давайте сделаем так. Сначала представители команд собираются и между собой обсуждают кто, какая команда, чего из бэклога продукта возьмет. Себе, там из серии. Смотрите, а давайте мы вот это и вот это себе возьмем, потому что мы прошлый спринт как раз вот этим занимались и тогда у нас прямо в памяти, в руках это все, мы быстрее сделаем. А вы тогда вот это возьмите. А вот ваша команда, да, вот сюда, это новая область, но мы, не мы, не вы тут не специалисты, вот вы тогда туда залезьте и там разберитесь. Разобрали и потом уходят на вторую часть планирования уже в команду и приносят те части, которые они должны сделать и уже команда решает, как их делать. то есть вот такое задвоение, задвоение некоторых мероприятий. Вот так решается вопрос синхронизации. Но при этом, чтобы этот фреймворк успешно работал, должны быть несколько вещей обязательно. Во-первых, нужно обеспечить возможность независимости работы каждой команды. Как только там появляются взаимозависимости между командами, все начинает сыпаться. В описании леса есть там такие, а вот если у вас так, вы можете там вот такие костыльки подставить, но в моей картине меры это костыльки. Это костыльки, которые частоту фреймворка резко нарушают. И вот поэтому здесь как раз ситуация такая, если вы не можете обеспечить независимость работы команды, скорее всего, он вам не очень подойдет. Плюс к этому, количество технологий и знаний, которые необходимы для работы над продуктом, должно быть ограничено. Почему? Команда не больше 10 человек. Для того, чтобы каждая команда могла любую идею из бэклога довести до решения, в команде должны быть, ну, то есть, чтобы команды не пересекались, и каждая могла работать сама по себе. В команде должны быть все специалисты, которые нужны. И если у вас 100-500 технологий и доменная область огромная, просто в 10 человеках не уместите всех, да, все специалисты, всех специалистов всех ролей. У вас тоже работать не будет. Поэтому здесь такие ограничения. Во-первых, продукт должен быть очень высокой технической грамотности, технического качества, чтобы команды и продуктовые, и технические могли работать независимо. Объем технологий, языков и доменных областей, знаний, бизнеса и так далее должен быть ограничен, чтобы в каждой команде были все необходимые специалисты. Если это не так, то лес не будет работать или будет работать очень плохо у вас. И еще одно ограничение именно в таком виде это работает до 8 команд. А знаете, почему до 8 команд? А до 8 команд просто потому, что, помните, первое мероприятие представители команд собираются и выясняют, кто что из бэклога продукта возьмет. И если это будет больше 8 команд, то вот это собрание представителей команд это уже будет не собрание, а толпа. Грубо говоря, по 2 представителя, это уже 8 команд, 16 человек. Это уже толпа. Вот именно поэтому ограничение до 8 команд. Если вдруг вы уже переросли в 8 команд, лес подумал об этом на самом деле и лес хьюдж представил. Сейчас я о нем скажу, только почитаю чатик. Так, Павел, мы быстрее сделаем, нужна кросс-функциональность и передача знаний. Если вы про лес, то смотрите, кросс-функциональность, да, команды именно должны быть точно кросс-функциональные, не специализированные фичи команды. В данном случае должны быть кросс-функциональные, не специализированные фичи команды, потому что любая из них может сделать любую задачу. Крос-функциональность обязательно, а вот в плане передачи знаний, видите, тут есть интересные стрелочки, межкомандные. Они здесь больше, вот они не про зависимость в задачах, они как раз переопыление. Там есть специальные подсказки во фреймворке, как переопыляться. Вот, это прям есть стройные советы. Поэтому это там есть, да, здесь не волнуйтесь, если только это вам мешает, про переопыление, вот это там есть. Так, наткнулся на это убеждение, хотел, чтобы команда у меня была кросс-функциональна, в итоге все равно пришлось ограниченно областями специализации, строй, как всегда. Вот, да, если сейчас доберемся до ситуации, когда кросс-функциональности не получается, и тогда лес как таковой не очень будет работать, только расскажу кратенько, если больше восьми команд, то придумал лес huge, но по сути все просто. Это несколько лесов, поставленных рядом друг с другом. Несколько независимых лесов, поставленных друг с другом рядом. Прямо на картинке видно, видите, тут три леса, поставленные рядом друг с другом. И все, и все. Вот здесь никаких rocket science-ов нет. Так масштабируется лес, если у вас больше восьми команд. Ничего другого они не предлагают. Теперь, смотрите, но лес это не специализированные фичи команды, просто функциональные фичи команды, которые могут взять любую идею с бэклога и довести самостоятельно до решения, иначе лес будет взбоить. Если у вас это не так, или область знаний большая такая, что прям нужно очень много всего знать и в одну команду это все не уместить, или зависимости межкомандные есть, которые никак не разрешить, или еще что-то происходит, то, что в лес такой красивенький и аккуратненький не укладывается, окей, есть Nexus. Причем, что интересно, Nexus это прямой наследник Scrum framework, а тех же соавторов и, ну, по сути, картинку. Смотрите, если не приглядываться внимательно, картинка на Scrum похожа очень страшно, и Nexus позволяет как раз функциональные команды, ну, окей, пусть будут функциональные, не совсем кросс-функциональные, там, окей, будут не совсем, есть зависимости между командами, окей, будем в этих условиях тоже работать. То есть он позволяет работать в разных условиях, когда не получается обеспечить всех ограничений, которые лес предполагает. Как? Как происходит? Ну, по сути, когда у нас есть взаимозависимости, нет полной кросс-функциональности и так далее, что нам нужно? Нам нужно обеспечить синхронизацию работы команд. Вот, самое главное. Мы должны обеспечить их взаимодействие и синхронизацию работы этих команд. Как? Для этого Nexus говорит, давайте из каждой команды соберем представителей в виртуальную Nexus Integration Team, в виртуальную команду, задача которой как раз и будет в том, чтобы синхронизировать работу других команд. А дальше мы работаем по Scrum Framework, только мероприятие большинство задваивается. Например, на планирование спринта сначала, ну, кстати, по каденциям, вот по спринтам все команды должны быть выровнены. То есть у всех одинаково начинается, одинаково заканчивается в одну и ту же дату. На планирование спринта Nexus Integration Team собирается, смотрит на то, что там в бэклоге, и что может взять и думает, как по командам распределить. Есть взаимозависимости, окей, мы там жонглируя задачами распределяем так, чтобы по командам правильно попало. То есть она это все разрешает. Ну и так далее. Все остальные мероприятия тоже задваиваются, дейлик тоже проходит в команде, каждая команда, потом представители Nexus Integration Team собираются, обсуждают, а как это кросскомандное, насколько мы идем вообще вот всей этой группой команд и так далее. Вот и все. Есть специальная Nexus Integration Team команда, представители команд, которая как раз занимается тем, что синхронизирует другие команды. Втук рабочая? Рабочая, масштабируется. Ограничения есть? Команды там функциональные, не функциональные, здесь все окей, будет работать. Ограничения есть? Какие ограничения? Вопрос на засыпку. Восемь команд. Опять же, восемь команд. Почему? Потому что Nexus Integration Team, представители команд, если их будет команд не восемь, а там пятнадцать, это уже будет не team, а это будет толпа. И они уже не договорятся. Поэтому, опять же, ограничено восьмью командами Nexus, вот этот фреймворк. Причем интересно, создатели описывают, они говорят масштабироваться, окей, а давайте мы сделаем, если больше восьми команд, давайте сделаем Nexus Nexus. Или даже Nexus Nexus. На самом деле, наверное, как концепция, да, я видел Nexus, вот просто Nexus, рабочая схема, но я не видел ни разу рабочих Nexus, и в моей картине мира сложность схемы становится такова, что скорее она будет мешать работать, чем помогать. То есть, я ни разу не видел живых Nexus'ов Nexus'ов. Если кто-то вдруг сталкивался, интересно будет на это посмотреть. Вот. А это как раз, Дмитрий, есть иерархически. Вот получается, когда мы Nexus'ов Nexus'ов вводим, то у нас есть много Nexus'ов, и над ними есть Nexus'ов, который управляет этими Nexus'ами. И еще дальше масштабирование. То есть, это есть как раз вертикальное масштабирование. Просто схема работы становится настолько сложна, что, ну, в моей картине мира я ни разу не видел Nexus'ов Nexus'ов. Обычно Nexus' работает. То есть, до восьми команд отлично. А вот если больше восьми команд, ответ у меня тоже есть. Смотрите. SkeletedJet Framework. Safe. Интересная штука. Знаете, чем интересная штука? Это фреймворк коммерческий. То есть, его прям коммерчески разрабатывают и зарабатывают создатели на курсах, на сертификации и так далее. Но благодаря этому они вкладывают много ресурсов именно в продумывание фреймворка. И здесь продумано все. Здесь я сейчас расскажу маленький-маленький кусочек вот этого фреймворка прямо на базовом уровне, потому что весь этот фреймворк он описывает и непосредственно разработку, и работу QA-качества. Он описывает и как вообще фичи придумываются про клиент-ориентированность, клиент-центричность, дизайн-мышление, как это все выстраивается. Он описывает, когда у вас много проектов, как ресурсы распределять между этими проектами. То есть много проектов, ресурсы ограничены. Тогда куда эти ресурсы направить, как определить? Вот он разные уровни для любой компании, начиная от пяти команд и заканчивая пятистами, пяти тысячами командами, неограниченным вверх. Он все это описывает, все, что должно происходить внутри. Но он большой, он такой монстроидальный фреймворчища, и ему надо прямо, хотите освоить, ему надо реально учиться. Его на пальцах полностью не описать, там нужно прямо погружаться. Но сейчас вам дам просто базовую идею, кратенько базовую идею, именно маленького кусочка, я потом покажу, что это за кусочек, касаемый непосредственно разработки. Вот сейчас дам, чтобы вы понимали примерно хотя бы об чем он. Смотрите, вот у нас есть какие-то команды, одна команда не справляется, у нас команд много, и не очень понятно, как ими управлять, а у нас здесь могут быть не кросс-функциональные команды, могут быть и функциональные, могут быть кросс-функциональные, могут быть компонентные команды, могут быть фичи команды, в общем, любые, любые, не важно, все будет работать, здесь это не важно. Как раз для условий, когда мы не можем собрать все команды как кросс-функциональные, не специализированные фичи команды, не всегда так можно. И вот сейф говорит, окей, давайте не будем управлять одной командой, давайте мы их всех объединим в поезд. Поезд – это команда-команд. Там вообще поездная терминология очень активно используется. Вот эта штука называется Agile Release Train Art. И давайте мы объединим все команды в поезд, где каждая команда будет вагончиком, и мы будем управлять этим поездом целиком. Здравая идея. Здравая, классная идея. И как это работает? Вот если только-только про команды сейчас. Вообще во всю эту махину сейфа не лезем сейчас. Только-только про команды. Смотрите. Вот на экране сейчас классический цикл Scrum. Мы его сегодня разбирали. Планируем спринта, делик. Где-то внутри уточнение бэклога продукта, потому что иначе он немного загаживается со временем. Демо в конце, показываем результат, и ретро. И команда наворачивает эти круги с частотой. Один круг за две недели, если у нас двухнедельные спринты. То есть быстро круги наворачиваются. Жиг, две недели круг, две недели круг. Интересно, что поезд едет. Он едет уже не две недели. Он едет в среднем три месяца. То есть там поезда на три месяца запускаются. Когда команда команд, она едет три месяца вперед. Поэтому вот этот внешний круг, он с частотой раз в три месяца наворачивается. Но мероприятия все аналогичные. Прямо вот аналогичные, аналогичные тому, что происходит в команде, которая наворачивается со скоростью один оборот в две недели. А поезд один оборот в три месяца, мероприятия аналогичные. Планирование работы поезда на три месяца на квартал. Но это то же самое, что мы планируем работу команды, просто на большем масштабе. Мы планируем работу всего поезда. Регулярные синки всего поезда. Ну там представители команд собираются для синков. Продуктовое направление и разработческое направление. По сути, это как делик внутри команды. Подготовка к следующему поезду – это достаточно близкий аналог уточнения буквы продуктов. Демо команды. Ну команда один раз демо устраивает за спринт. Потому что устраивает всего две недели. Куда-то тут 10 демо устраивает. Лишняя трата времени. В конце поезда, когда он доехал через три месяца, опять же устраивается демонстрация работы всего поезда. Но тут еще есть интересная штучка системной демонстрации. Сейчас я к ней перейду. Я ее пропустил, если вы заметили. Так вот, сначала 5 демонстраций. Демонстрация чего поезд наездил за три месяца. Итоговая. Нам приглашается вся компания и так далее. Ну и ретро. То же самое, что ретро-команды. Только несколько реже раз в три месяца. И это ретро всего поезда. То есть на более высоком уровне. По сути, поезд едет в такие же остановки, но глобальный. Не для одной команды, а для всего поезда. И, соответственно, они пореже происходят. Не раз в две недели, а раз в три месяца. И вот именно поэтому есть еще такая штука, как промежуточные системные демонстрации. Смотрите. Вот команда максимум две недели может идти не в том направлении. Потом будет, ну если у нас двухнедельные спринты. Потом у нас, ну недельные спринты, значит неделю не в том направлении. Потом демо и получаем обратную связь. Поезд едет три месяца и три месяца многовато. Да? Есть риск три месяца ехать не туда. Это рискованно. Поэтому здесь не одна демонстрация в конце поезда. А еще внутри есть еще встроенные демонстрации, когда мы показываем промежуточные результаты. А куда поезд доехал сейчас? И для того, чтобы это хорошее мерило прогресса. Потому что сделанная работа, она, ну то, что сделано, сделано, то, что на словах, непонятно. Поэтому это хорошее мерило прогресса. Демонстрируется сделанная работа. Плюс это информирование заинтересованных лиц, куда едет поезд. Плюс получение обратной связи. Туда ли мы едем. Поэтому вот эта системная демонстрация, такая немного уникальная штука. Но почти как демонстрации в конце, просто их еще несколько в ходе движения поезда происходит. И сейф, вот я только про этот кусочек рассказал. Вот только вот это то, что обведено. Во все остальное мы даже не лезли это, причем без деталей я рассказал. Вот очень высокоуровнево. То есть на самом деле фреймворк мастероидальный. Но если мы хотим масштабироваться, и у нас там десятки, сотни команд, ну альтернатив не очень много на самом деле. И я вам покажу дальше статистику, то, что я не обманываю действительно так. А так сам по себе сейф отлично даже для продуктовой разработки работает. Он описывает стандартные вот этот вот discovery и delivery циклы. Вот эти взаимосвязанные такие обычно восьмерка рисуют. Но сейф рисует двойную восьмерку. Ну, когда мы выстраиваем гипотезы, реализуем их, измеряем, что получилось, анализируем результаты и выстраиваем новые гипотезы, которые дальше реализуем. Вот стандартный у нас такой цикл продуктовой разработки. Отлично в сейф ложится. Его сейф прямо напрямую описывает. И, как я и обещал, если про agile говорить, теперь минутка статистики. Если говорить про, пока без масштабирования, про такие чистые подходы для одной команды. Здесь слева это исследование компании ScrumTrack для российского рынка, для русскоязычного. Справа это State of Agile, это международные данные. И смотрите, интересно. Scrum Kanban или Scrum плюс Kanban используется в большинстве компаний. Есть еще собственный подход. Вот на левом рисунке, смотрите, есть собственный подход. Но что интересно в нем? Интересно в нем то, что здесь три колоночки, три цвета. Синенькое – это когда компания прям зрелая, уже опытная. Красненькое, оранжевенькое – это становление. И желтенькое – это когда компания только-только пробует первые шаги, выстраивает процессы. И смотрите, собственный подход на этапе пилотирования, типа мы проверяем вообще, насколько мы. Он довольно, ну как, ну достаточно, больше 20%. А когда компания зрелая, оно падает меньше 10%. Почему? У меня есть ответ на этот вопрос. Зачем тратить ресурсы и время на то, чтобы выстраивать свой подход, продумывать свой подход, натыкаться на его дисфункции и потом героически их преодолевать? Зачем тратить на это ресурсы и мысли топлива, когда можно взять стандартный подход и в нем разрабатывать, делать то, за что деньги нам платят, за что клиенты нам деньги принесут? Зачем тратить ресурсы на то, что денег нам не даст, на придумывание своего велосипеда? Вот этим, я думаю, что руководствуются краскомпании, которые после того, как пилотирование там, набаловались своими велосипедами, переходят на стандарты. Поэтому Scrum, Kanban или их комбинация. И на международном то же самое. Смотрите, примерно то же самое. Немного процента меняются, но идея то же самое. Scrum, Kanban впереди планеты всей. Вот я поэтому и говорю, что это наиболее попсовые подходы. А если говорить про масштабирование, вот теперь те же самые данные по России и по миру, но про масштабирование. И вот тут, смотрите, SAFE, Skilled Agile Framework на первом месте. Особенно для зрелых. Вот видите, команды, которые на этапе пилотирования, компания на этапе пилотирования, его существенно меньше. Там 20% только. Потому что он действительно сложный, масштабный. Но компании, которые зрелые, они понимают, в чем ценность. Вот зачем туда лезть? Что это даст им? И поэтому те, которые зрелые компании, уже существенно больше процента использования. Там, где можно обеспечить достаточно высокую независимость работы команд друг от друга, скрам-скрам-скрамов работают, скрам-скрамов-скрам. Ну, а собственный подход, опять же, как вы видите, на этапе пилотирования изобретают свой велосипед. По мере роста зрелости переходят, опять же, на какие-то стандарты. Ну, и по миру ситуация примерно плюс-минус такая же. Проценты туда-сюда гуляют, но принцип с точки зрения популярности примерно одинаковые, не сильно отличаются. Это данные за 22-й год. Это за 22-й год данные по итогам. За 23-й будут где-то в январе-феврале. Тогда будем смотреть, как эти цифры меняются. За 22-й год они были именно такие. По исследованию компании скрам-трек. Итак, ключевые тезисы. О чем сегодня говорили? Смотрите, мы сегодня с вами поговорили о том, что к выстраиванию процессов на самом деле есть разные подходы. И как вообще в этом вот куче этой подходов жить? Надо разобраться. Надо разобраться и понять, а что нам нужно. Вот мы вот это выстраиваем, чтобы что? Какую ценность это нам даст? И что для нас работает лучше? Вот нам, как вот нашей уникальной компании. Что лучше надо? И выбирать разумно. Выбирать разумно, учитывая плюсы, минусы, ограничения, дисфункции каждого фреймворка или каждого подхода, который есть в мире. А серебряной пули нет. Серебряной пули нет, к сожалению. То есть, если бы был идеальный какой-то фрейворк, идеальный подход, наверное, про остальные бы забыли. Но это не так, потому что идеала нет. И каждая компания должна для себя выбрать, каким путем она идет. То есть, как именно она выстраивает процесс. Об этом мы сегодня и поговорили с вами. Но мы пока не разбегаемся. Вопросы в чат пишите, я на них отвечу. А пока я вам еще интересную вещь расскажу, покуда вы пишете вопросы. Я их прочитаю, все отвечу. Я вам хочу рассказать про курс-то. Вебинар у нас про стимлицкого курса. Поэтому пару слов про стимлицкий курс. Смотрите. Отус. Вот страничка этого курса у нас. И ближайший запуск 25 декабря будет. Курс длится 5 месяцев. С одной стороны, это кажется долго. Целых 5 месяцев. Вроде долго. Но на самом деле, смотрите. В моей картине мира вот эти интенсивы «Стань крутым управленцем за 2 дня» они не работают. За 2 дня в мозгу не успеют выстроиться нейронные связи. Здесь должны новые нейронные связи выстроиться. Мышление должно другое выстроиться. Подходы должны другие выработаться. И это происходит только с течением времени. За 2 дня это сделать невозможно. И поэтому как раз есть ценность в том, что мы в долгую идем вместе. В 5 месяцев. Но зато позволяет это более прочно выстроить именно управленческое мышление и более прочно освоить, потому что можно попробовать на практике, у себя реально в компании, те инструменты, те идеи, которые мы даем, и потом прийти и уточнить у преподавателей, у менторов какие-то детали, которые, может быть, остались за кадром. Вот поэтому в этом тоже есть ценность. Работаем онлайн. Расписание для потока на 25 число, понедельник-четверг в 20.00 по Москве начинаются вебинары. Длятся они в среднем полтора часа. То есть ровно полтора часа. Ну, на самом деле не ровно, нет. Все зависит от того, насколько мы говорим только по теме материала или есть вопросы, которые интересны и которые хочется обсуждать. И бывают всякие вещи. Я честно признаю, что бывает по-всякому. Например, у меня максимальное занятие длилось, знаете, сколько? Два с половиной часа. И на самом деле материалы за полтора часа дал. А потом еще час мы обсуждали с участниками. У нас была интересная тема. И люди делились своими знаниями, своим опытом. И мы обсуждали кейсы. А почему оно так произошло? А какие еще были варианты? И это затянулось. Но в этом была ценность. Мы готовы, как преподавательский состав, при необходимости, мы готовы оставаться и сверх времени, если есть ценность в том, чтобы что-то обсудить. И вот здесь про курс ТТТ. Все это написано. Цифры какие-то интересные написаны по поводу... Интересно. Я, кстати, не совсем согласен с этими цифрами. Здесь как бы остается на откуп компания Отус, которая опубликовала здесь эти цифры. В моей картине мира Middle Plus получает больше. Уже. И Senior получает больше. То есть, как я это вижу по рынку, эти цифры несколько занижены. А я вам честно говорю, получают больше точно. Вот этот уровень – это какой-то middle или даже не совсем middle, просто разработчик без приставки Team Lead. Формат, да. Интерактивные вебинары. В Zoom-чике. То есть, в Zoom-чике мы соединяемся в 20.00 на Москве. И там есть возможность, там есть возможность и голосом включиться, и обсудить что-то, и послушать теорию, и сделать какие-то практики. То есть, там прямо как интерактивчик идет. И в этом есть ценность. Почему? Потому что, в отличие от математики, даже в математике 2 плюс 2 не всегда равно 4. Все очень сильно зависит от того, как мы определим операцию сложения. А в управлении, вообще говоря, 2 плюс 2 от минус 7 до 15 в легкую. И именно поэтому зачастую обсудить и поискать, какие варианты решения проблемы и какие подводные камни в них есть, голосом гораздо лучше и гораздо более эффективно. Поэтому это прямо интерактивчик с практикой, с домашними заданиями и с комьюнити, в котором можно общаться. Программа здесь тоже есть. В общем-то, все темы, которые нужны для TeamLead'а, покрываем. Это и софт-скиллы, и хард-скиллы, и про то, что такое команда, как ее управлять, команда образования. Говорим про постановку и контроль задач, говорим про конфликты, конфликтологию, как работать в конфликтах, как разрешать конфликты так, чтобы они разрешились в плюс. Про выстраивание процессов более подробно говорим, чем говорим сегодня, потому что там больше времени. В общем-то, все эти темы, которые нужны Лиду, мы разбираем, очень подробно разбираем. Вот преподаватели курса. На самом деле, много достаточно преподавателей, разные вебинары, разные лекции ведут, разные преподаватели, кто на чем больше специализируется. Но самое важное, что все мы практики, мы эксперты практики, мы не просто где-то теорию в книжке прочитали, а это все то, что реально опробовано на нашем опыте. Сходите, кроме вот этого текущего вебинара, сходите еще на вебинары, которые проведет Александр и Дмитрий, для того, чтобы более полно получить впечатление о курсе и о том преподавателей, о преподавателях, которые будут вести ваши вебинары. Ну и в целом, наверное, тут все, а в итоге будет сертификатик. В итоге будет сертификатик, который прям можно и на стенку повесить, а можно и работодателю предложить. В чем ценность? Вы знаете, в чем ценность? Когда мы с вами будем говорить про встречи один на один, и по-моему, на этом вебинаре, мы с вами будем говорить про то, что один из результатов, одна из целей встречи один на один, которая иногда приходит к руководителю, это попросить повышение зарплаты. Такое бывает. И вот в моей картине мира есть не так много кейсов, когда можно, повышение зарплаты будет не просто так, а повышение зарплаты будет обоснованно. И один из них это большая ответственность, когда человек берет на себя большую ответственность. И большая ответственность это не значит, что я раньше 8 часов программировал, теперь 5 часов программирую, 3 часа варю кофе. Это не большая ответственность. Это та же самая ответственность при распределении работы. А большая ответственность, если человек был рядовым разработчиком, а теперь он темлит и отвечает не только за себя, он отвечает за команду. И вот это повод прийти попросить больше денег. А вот сертификатик, который подтвердит ваши навыки темлита, будет выдаваться по итогам. Итак, вернусь к презентации и к вопросикам в чате. Так, чего у нас? Интересно, было вопросов много, но это другой раз. Вопрос про курс. Как часто происходит перенос занятий? В другом курсе, каждая третья переносится. Смотрите, бывают накладки. Да, я честно говорю, бывают накладки, но не каждая третья. Нет. Сейчас у меня прям статистики нет. Я максимум переношу, если бывает реально серьезная накладка, но может быть за весь курс одно-два занятия. Ну, другие преподаватели тоже, может, одно переносят, но то есть это не каждая третья точно. Но бывают. Тут не скрою. Причем обычно стараемся заранее предупреждать об этом деле, ну, так, чтобы всем было комфортно. И это бывает гораздо реже. Про цифры, зайти на ХХ, там и на 150. Да, ищут, но вопрос. Смотрите, вопрос. Найдут ли и найдут какого уровня? Просто когда мы будем говорить, если пойдете на курс, у нас будет отдельная тема про найм. Я там буду рассказывать про найм. Я обычно веду этот вебинар, потому что у меня огромный опыт. У меня больше 15 лет опыта найма сотрудников. И вот там мы как раз поговорим о том, кого на самом деле ищут и кого можно найти. И о том, что в разных компаниях, на самом деле, даже под сеньором понимают разных людей. Мне, например, как-то говорят, что вот у нас сеньоры, мы, конечно, не Москва, поэтому у нас сеньоры вот сейчас 120 получают, но они что-то смотрят на сторону. Я говорю, конечно. Во-первых, скорее всего, не сеньоры все-таки. Во-вторых, уже исчезло вот это разделение Москва, не Москва. Сейчас, с учетом того, что можно работать на удаленке, можно работать онлайн, как раньше сказали, это московские цены. Сейчас московские цены везде. И, ну, если у вас есть какие-то middle plus и сеньоры за 150, приводите ко мне, если это сеньора, сразу возьму. Даже думать не буду, сразу возьму на работу, если это сеньоры. Но собеседование. А как проводить грамотное собеседование, чтобы определить, сеньора или нет, вот об этом подробно с вами поговорим, когда будем говорить про найм. Насколько больно для компании внедрять новый подход под собственные системы, сложно ли адаптироваться новым сотрудникам и приходится делать кадровые замены по этой причине. Смотрите, очень хороший вопрос, правда, на него коротко не ответишь. Но любое изменение – это больно и дорого. Сейчас расскажу, почему. Базовые причины две. Во-первых, людям просто привычнее работать по-старому. Не надо изобретать новые трюки, не надо чему-то учиться. А по-старому они уже знают, где там под ковер можно замести, чтобы не заметили, где там сэкономить что-то. Это привычно, думать не надо. Поэтому люди в целом будут противиться. Это раз. Второй вопрос. Смотрите, когда вы успешно внедряете какие-то изменения, у вас становится больше власти. Потому что у вас получилось успешно внедрить изменения. Но количество власти в компании, величина ограниченная. И если у вас становится больше власти, у кого-то становится меньше власти. И вот эти люди будут всячески стараться вам помешать внедрять. И есть подходы. Есть подходы, которые позволяют даже в этих условиях успешно внедрить изменения. Есть более научный подход ProSign. Это прямо там сертификацию можно пройти, как менеджмент внедрения изменений. Он прямо такой большой подход, который системно приводит, производит эти изменения так, чтобы действительно все изменились. Есть более такие на коленке подходы для небольших изменений. Но об этом мы, кстати, в рамках курса тоже будем говорить, как внедрять изменения. Это интересная тема, и в рамках курса мы это обсуждаем. При этом, что-то я хотел сказать. А, некоторые фреймворки внедрять проще, некоторые сложнее. Вот Scrum предполагает довольно, или Skeletal Jive фреймворк, довольно сильные изменения процессов. А Kanban, он говорит, ребят, не волнуйтесь, мы ничего не будем менять прямо сейчас. Начнем с того, что есть. Просто прозрачность наведем, чтобы было понятно, где густо, где пусто. И давайте просто с вами договоримся. Мы наведем прозрачность, мы будем метрики выстроим, будем по метрикам смотреть, что у нас получается, и там, где будут потери, мы будем эволюционно меняться. И вот такой подход, он проходит более безболезненно. Потому что, ну как мы, меняться прямо не будем сейчас, просто прозрачно наведем. Здесь большинство говорят, окей, ладно, давайте. И он более плавно внедряется. Scrum тяжелее. Но разная нацеленность. Scrum – это про создание чего-то нового, чего до сих пор не было, путем выстраивания взаимодействия и эффективного взаимодействия. А Kanban – он про устранение потерь. Они просто про разные. Поэтому, что вам нужно, и что выстраивать – это вопрос для вас. Но подробности уже в рамках курса, потому что на самом деле это за пять минут не расскажешь, это прямо целый вебинар отдельный. Итак, ну про карьеру. Да, все-таки из того, что я вижу, из того, что я вижу прям в реальной работе, на реальных собеседованиях, приходят люди, да, и те запросы, которые есть. И тот уровень, который они предлагают по итогам собеседования, цифры чуть повыше. Цифры по факту чуть повыше. За 150, да, интересно, но пока мне не попадались. Честно говоря, вот чтобы в разной компании разное понимание того, что такое middle, что такое senior. Это да, разные компании по-разному к этому относятся. Но вот по нашей компании здесь цифры другие. Я говорю, как есть. Я, кстати, в рамках курса всегда говорю правду, как оно устроено. Я не придумываю какие-то фантазии. Это прямо то, что из опыта есть. Цифры чуть выше. А требования? Требования на самом деле очень сильно разнятся от работодателю к работодателю. Но типичные требования здесь выписал. Тут, наверное, не очень принципиально их произносить. Они довольно понятные. Это то, что я уже произносил, когда рассказывал про курс. Вот, кстати, proof. Это прям реальные скрины. Только компании вырезаны. Ну, кстати, цифры вот тоже. 200, 250, до 400. Ну, а скиллы, вот еще раз назад листану, это все те скиллы, которые на самом деле мы на курсе разбираем очень подробно. Разбираем, как это все выстроить, как в этих условиях работать и как бороться с дисфункциями, с конфликтами, с разными дисфункциями, когда что-то не работает. Это все в рамках курса есть. Как я сказал, 25 числа стартует, 5 месяцев, понедельник, четверг, два раза в неделю занятия, плюс домашние задания. Но это на сайте, на отусе, на страничке курса эта информация есть. Я вам должен скинуть ссылочку на опрос. Сейчас я вам скину в чатик ссылочку на опрос. На случай, если вы захотите мне дать обратную связь. Бэмс скинул в чатик ссылочку на опрос. Кстати, тема обратной связи, как грамотно давать обратную связь, тоже на курсе есть. Там целых два вебинара, потому что там с практикой. Мы подробно разбираем, как дать обратную связь корректно, потому что обратная связь это самый сильный инструмент для того, чтобы сделать человека лучше. И корректирующая обратная связь, и поощряющая обратная связь это самый сильный инструмент для того, чтобы сделать человека лучше. Поэтому прям два больших вебинара посвящены теории практики дачи обратной связи. Но пока кидаю вам ссылочку Как дадите, если сочтете необходимым, возможно, дайте, пожалуйста, обратную связь для того, чтобы мы, преподавательский состав, тоже становились лучше. Есть ли какие-то еще вопросы? Да, здесь сразу скажу, текущий вебинар, он был больше теоретическим и говорил только я. Почему? Потому что YouTube не позволяет подключиться вам голосом, он не дает этой возможности. А вот в реальных учебных вебинарах, там, где мы учимся, там прям с голосом, с картинкой, если можно, если нельзя, без картинки. В общем, там больше возможностей разных интерактивчиков. Там реально больше всего можно такого устроить. Здесь все дает площадка, то дает площадка. Здесь я просто вещал и отвечал на вопросы в чате. Окей, есть ли еще вопросы? Вопросы, пожелания, предложения. Если вопросов не будет, будем разбегаться с вами. Давайте так, если прям что-то пишете, не успеваете, долго пишете, поставьте в чат плюсик, я буду ждать, покуда вы не напишите. Если плюсиков не будет, то я буду считать, что вопросов нет, и тогда уже с вами разбежимся отдыхать. Как я сказал, вот в реальных занятиях, которые мы на отусе проводим, там мы при необходимости остаемся достаточно долго и отвечаем, то это уже за рамками стандартного занятия. То есть те, кто, допустим, поздно уже хотят отключиться, они могут отключаться и дальше в записи, если будет интересно досмотреть. Но бывает очень ценное обсуждение, которое несет большую ценность всем и мне, как преподавателю, потому что подсвечивает какие-то моменты, а как это в других компаниях. И тем, кто занимается на курсе, и это обсуждение может дотягиваться. Такое тоже бывает. Не часто, но бывает. Особенно если тема такая с животой печи, например, зарплата или конфликты. Вот у меня такой кейс, и начинаем разбирать. Очень интересные бывают дискуссии. Я что болтаю, я затягиваю время для того, чтобы могли ответить, есть ли вопросы или нет. Но, судя по тому, что в чатике тихо вопросов нет, тогда давайте на сегодня прощаться. Спасибо за участие в вебинаре, в нашем открытом уроке. Приглашаю всех на курс. Там познакомимся и поговорим поподробнее по всем этим темам. Ну и спасибо за участие. Всем хорошего вечера. Всем пока. Продолжение следует...